Всем привет, друзья! Вы на канале Slovat United. Меня зовут Эмиль. Мы продолжаем нашу карьеру на максималках за училку физкультуры. Если вы случайно сюда попали, смотрите с первой серии, чтобы понимать, что происходит. Ну и я думаю, что здесь я большой отрезок сезона промотал. И у нас уже сразу финал. Ну, как вы помните, в последней серии мы вылетели из Кубка. Я дальше вам уже не стал показывать эти матчи. Ну, что вы там не видели? Как говорится, в принципе, здесь я просто промотал уже этот сезон до самого финала. Ну, так получилось, что мы туда вышли. В общем-то, команда набрала ход. Побеждала 4-0, 5-0, 3-0. Ну, вот Чика Буяка нас еще обыграла 3-1. Одно поражение у нас все-таки было. Была серия ничьих после Кубка, но там мы все равно лидировали в Клоузуре. Мы эту Клоузуру выиграли. Выиграли плей-офф. И вот сейчас у нас старая система, старая схема. Миллионариус. Миллионариус в финале. Мы уже миллионариусу в финале проигрывали. Поэтому, ну, сейчас уже такая полноценная возможность поквитаться будет. Сразу поблагодарю тех, кто ставит лайки, кто подписывается на канал, на группу ВК и на Телегу. Сейчас опять заговорили о том, что будут закрывать Ютуб. Ну, это, в общем, такой разговор уже фоновый. Поэтому, на всякий случай, просто всем говорю. Если вдруг Ютуб заблочат, видосы будут выходить в ВК. Я, собственно, видосы постепенно в ВК перекидываю. Многие. Ну, вернее, не перекидываю, а закидываю. Вот. Так что, если вдруг что отключат, знайте GoVK. Там все будет. Ну, и отдельный респект, конечно, людям, благодаря которым серии выходят. Потому что сейчас 5000 просмотров серии не набирают. Выходит карьера благодаря вашей материальной поддержке. Всем, кто донатит. Большое спасибо. Ну, вообще, конечно, вот сейчас один конкретный человек, да, задонатил на три серии. Но, я так скажу, что в идеале, в идеале, да, если много людей закидывали бы, ну, совсем небольшие для себя деньги. Ну, там, 50 рублей, 100 рублей. Это, ну, раз в месяц, допустим, сумма, которая вообще не ощущается для большинства людей. Вот. Тогда бы, ну, как бы, если даже просто математически посчитать, такое лирическое отступление, да, если 500 человек будут скидывать хотя бы по 50 рублей в месяц, то это будут серии карьеры каждый день. Ну, вот, примерно, примерно такая математика. А мы двигаемся дальше. Вот, кстати, раз заговорили о деньгах, у нас есть миллионариус, у нас есть люди... В общем, команда наш главный соперник. По оценочной стоимости у них, кстати, 26,5 миллионов. Реальный миллионариус. У нас 9 миллионов. Еще задолженность по суде. Короче, депортива Кали в долгах, как в шелках. Интересная ситуация сложилась. Вы помните, что в одной из предыдущих серий я отдавал в аренду Франциска Бехарана. И он мне казался нашим вторым форвардом после продажи Гарсии, в чем им заинтересованы там и европейские клубы, и вроде бы скиллы неплохие у человека. Я его отдал в аренду в Лайквидат, где он был основным нападающим. Сколько голов он забил за это время, как вы думаете? Забил он за это время 1 гол, отдал 2 голевые передачи, имеет среднюю оценку 6,4. То есть, с вполне достойными скиллами для колумбийского чемпионата он, будем откровенны, не впечатлил. В то же время, Мигель Анхель Вивас, который по скиллам, ну плюс-минус такой же, не могу сказать, что Вивас по скиллам, по атрибутам сильнее, забивает 18 голов в 11 матчах и при 8 выходах на замену. Ну там, многие выходы были там уже на 5 минут. И отдает 2 голевые передачи. 5 раз становится игроком матча и играет на 7,7. Вот как понять? Причем у Бехарана еще и в плюсах была стабильность. То есть, я думал, ну, будет игровое время, будет прогресс. Нифига. Бехарана даже по скиллам-то, по атрибутам, более раскачан правильно. То есть, у него самовладание есть, интуиция, игра без мяча. Все скиллы, нужные форварду, у него есть. По сути-то, если вот его сравнить как раз-таки с Вивасом, ну, я бы сказал, что Бехарану поинтереснее. Бехарана поинтереснее. То есть, в принципе-то, ну, что, исполнять штрафных это не такая большая роль. Дриблинг, завершение, ну, плюс-минус одинаковое. Первое касание лучше у Бехарана, техника, но чуть лучше у Виваса. Ну, это, то есть, по технике, в принципе, примерное равенство, можно сказать. По психологии выигрывает Бехарана. Причем так, ну, довольно серьезно. Да, у Виваса лучшая импровизация, игра без мяча. Но всего на один пункт. Всего на один. Интуиция, вообще, важнейшее качество для форварда. У Виваса чуть ли не в два раза хуже. При этом он играет как раз-таки на интуицию. Я не знаю, как это работает. Принятие решений, работоспособность. Ну, решительность лучше у Виваса. То есть, все-таки, такое влияние решительность оказывает на игру, что решительность 17 перебивает решительность 13, ну, просто в пух и прах. По физике, как вы видите, тоже все плюс-минус на равных. Бехараны еще и выносливее. И вот писал там какой-то человек в комментариях, что, типа, разница между... Решительность главной должна быть больше 10, типа. Если решительность меньше 10, то это очень херовый игрок. Если больше 10, то, типа, уже в любом случае это плюс-минус одинаково. Но здесь мы видим, вот единственное, скилл, где прям реально мощное преимущество у Виваса, ну, таких скиллов, скажем так, 3. Это решительность, агрессивность и исполнение штрафных. Но, сами понимаете, исполнение штрафных вряд ли. Агрессивность, ну, это все-таки, наверное, больше для игроков оборонительной группы важный скил. И остается решительность. То есть решительность настолько сильно влияет на геймплей. Конечно, по одному случаю такой вывод делать рано. Но вот здесь конкретно вывод такой. И не надо говорить, что Бехарано был отдан в Эквидат, и поэтому он там. Ничего подобного. Бехарано получал шанс и у нас. То есть он играл из-за Депортива Кали. Но он не забивал. Вивас вышел, сразу же начал забивать. Вот сразу же. Ему не потребовалась никакая адаптация. Он на 2 года младше Бехарано. Бехарано уже давно в клубе. Он уже давно здесь адаптирован, переадаптирован. Но это ему нифига не помогло. Вот такая вот фигня. Вот такая вот история. Трейты смещает с мячом в центр. Любит прокидывать мяч мимо соперника. Но это такие себе трейты. У Виваса вообще их нет. То есть без трейтов человек вполне себе нормально живет. Трейты здесь тоже влияние большого, я думаю, что не оказывают. Что интересно, описывается Вивас. Высокий и неуклюжий нападающий. Есть параллели с Бето определенные. Но опять-таки, почему он неуклюжий, я не очень понимаю. Ловкость 12, координация 15. По-моему, вполне себе уклюжий. То есть, ну вот Литинай, например, ловкость 11, координация 9. При этом ничего про него, что он там неуклюжий какой-то, близко такой информации нет. Ну вот форма здесь только за последние матчи показана. Но он играл за нашу команду. Три матча провел. Три матча провел. И, в общем-то, на турнирах два матча в основе начинал, между прочим. То есть, он там не на замену выходил на последних минутах. Он в основе начинал. Но при этом, вот, видите, никак не смог отметиться ничем. В Эквидат перебрался. Но один гол и две голевые передачи за 12 игр. Это как-то, на мой взгляд, конечно, очень-очень мало. Что мы скажем в раздевалке перед такой важной игрой? У нас одна за одной игры против Миллионариос. У них-то стадион заполняется на финал. Ну и нет, кстати, Слардзана. Он не восстановился, видимо, после травмы. А может, его бегут как Джокера. Вот сразу же на третьей минуте получил Кентеро желтую карточку. За что? Ну за что здесь давать желтую карточку? Объясните мне, пожалуйста. Что за бред судейский? Ну как можно на третьей минуте вот за это дать желтую? Какая нахрен желтая? За что? Ёлки-палки. Вот, блин, судья уже с первых минут демонстрирует какую-то ангажированность. То есть у нас ЦЗшник на желтой карточке, которую он заработал, но абсолютно ни за что. Это обычный фолл, за который на третьей уж точно минуте давать желтую карточку нельзя. Это был не офсайд, вы хотите сказать? Офигеть. Вот это наша защита сейчас пропускает. Надо орать. Просто на всю команду надо орать. Они, похоже, не понимают, что это финал, что здесь надо по-другому действовать. Под дождем Миллионариус начинает свою атаку. Боже, защита спит. Кентеро молодец, что вынес. Вы что, ребята, там дрыхнете? Алло. Алло, проснитесь. Что происходит? Так делать не надо. Надо совершенно по-другому строить эту игру. Неужели переходим в атаку? Баланта. Кабезос. Лопес. А где передача вперед? А где вперед-то передача? Что вы делаете-то такое? Потеря на ровном месте. Сейчас опять будет заброс. Да, господи, хватит. 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 Что происходит-то? Алло. Защита. У них один человек впереди. Я понимаю, блин. Стоп. Вот тут просто стоп. Я понимаю, если бы вот здесь был человек. Вот здесь был бы у них человек. У них один сраный человек впереди. Один. Ну почему он... Блин. Почему вы его не можете прикрыть? Что за бредятина? Я просто в шоке. Ну... Ну... Что ты стоишь-то? Хилмар. Что ты стоишь? Ты же знаешь, что сейчас, блин, будет. Он один. Один. Сука. Один. Ёперный карась. Я не знаю. Ну это просто какой-то бред. Вот просто какой-то бред. Один человек. Его не могут закрыть четыре. Да. Да. Тут надо полностью менять тактику, короче. Ну получали уже по самые помидоры. Ай. Да. Короче, Лопеза ставим опорником в поддержку. Тут уже надо атаковать. Тут уже в обороне не отсидишься. Что по анализу не так? Что? Где пробел? Все нормально. Хильмар это... И главное, Хильмару 6.9! Кентеру 6.6! Хильмар обосрался! Почему ему 6.9? Игра, ты слепа, что ли? Ну и он потерял своего игрока. Не смог его догнать. Стоял, аутировал. Ему 6.9 вы ставите? А Кентеру ставить 6.6? Просто слов нет, ребята. Просто нет слов. Просто нет слов. Хильмар. Лопез. Передача на Томпсона. Томпсон. 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 Кабезос. Передачу давай. И сделал на Кантильо. Кантильо. Крутится-вертится. Пас назад. Нормально. Кентеру. Баланта. Вот что-то вырисовывается. Томпсон. Держаться-держаться. Ну куда ты? Куда ты пасуешь? Ну ты что, слепой что ли? Господи боже мой. Опять 25. Да. Просто. Да, свитос. Ну Кентеру не мог фалить, потому что его посадили на желтую карточку. Судьи. Очень судейская игра на самом деле. Это кажется, что все вот так вот. А на деле тут судья сделал половину работы за соперника. То есть им там уже особо делать ничего не надо. Защитник не может. Он боится. Не дай бог сейчас свистнут фолл, и это будет для него вторая желтая. Так что он все правильно делал. Ладно, перестраиваемся. Тут других уже вариантов быть не может. Вместо Кобезоса выйдет Вивос. Возможно Вивос будет лучше прессингующим. Так. Кастро выйдет вместо Томпсона. Томпсон нам здесь уже не помощник. Так, Горовита крайним в поддержку пусть отправляется. Так, Баланта Лопес. Баланта Лопес. Ну в принципе, как вариант, конечно, Дивановича выпустить вместо Лопеса. Причем бы и нет. Его отправим как раз ближе к атаке. Более атакующий стиль. Ну тут и так все по максимуму. Еще выше линия защиты. Ну, потому что терять уже нечего. Давайте. Вперед. Заслуженная победа была Миллионариус. Как вы считаете? Заслуженная, конечно. Заслуженная. Заслуженная. Но проблема в чем? Проблема в том, что... Сейчас напишет обязательно какой-нибудь умник в комментариях. Надо было линию защиты поставить ниже. Тогда бы они не забегали. Я просто ржать буду над таким комментарием, если он будет. Вот. Потому что нихрена это не работает в FM. Нихрена. По логике жизни это бы работало. И это как люди, которые говорят. О, ты забил гол. Надо было уходить в оборонительный стиль. Нихрена это не сработает. Потому что это FM. Это не жизнь. Здесь другие вещи работают. Ну что ж. То, что было в первом матче. Должно остаться в первом матче. А здесь нам нужна победа. И нам нужно постараться максимально реабилитировать уже перед своими болельщиками. Как вы можете заметить, немножко другую тактику я избрал. Лопес теперь играет опорником. Эксперименты с блуждающим плеймейкером я решил оставить на потом. Ну, возможно, что вернусь к ним когда-нибудь. Но сейчас я думаю, что нам опорная зона важна. Ну, как здорово играет миллионариус. Как они пошли вперед. В гостях сразу же атакуют. Все передачи в касание. Под удар. И в перекладину. Морено на Лопеза. Лопес удар выше ворот. Еще один момент. Контильо подача. Лопес. Снова удар выше ворот. Лопес. Угол головы свой немножко спили. Что ты не можешь попасть по воротам уже. Который раз. Все выше, выше. По одной и той же траектории. Не знаю, в американский футбол что ли играет человек, где надо над палкой мяч запускать. Кто же его знает. Ну, в общем, опорник не хуже оттянутого плеймейкера раздает. И Вивас. Ой, ой, ой. Вивас, Вивас. Хотел красиво сыграть. Но вот молодой парень. Видите, какой горячий. Да, может, мы в этом сезоне выиграли, конечно, мы апертуру. Может быть, мы клаузуру не выиграем. Но зато мы воспитали какого парня. Нашли. Нашли в академии 16-летнего Холланда Колумбийского. Это уже, я считаю, победа. Это уже, я считаю, важный этап в развитии депортива Кали. Тут все равно бесконечное количество этих клаузур, апертур. К этому уже серьезно не относишься. Мы, кажется, пропускаем гол. Надо команду в любом случае отругать. Миллионариус забивают. Мы 0-3 проигрываем в финале по сумме до встречи. 0-3. Ну, тут я уже понимаю, что, видать, вышло очередное обновление. А, Кентеро говорит. Да зачем я к нему, говорит, буду подбегать-то? Я лучше постою. Ну, защита, если она и до этого была уже довольно тупой, здесь она стала максимально тупой. Ну, вот смотрите, защитник, он даже не пытается, даже не пытается добежать до соперника. Смотрите, у них какой XG после этого удара. Просто сразу вжух и взлетел. Вивас! 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 Падение! Ставь пенальти! Не имеешь права не ставить. Рут Мартинес. Хороший должен быть судья. Сейчас возьмет и поставит на точку. Давай, брат. Давай, по-братски. Ну-ка. Ну-ка. Назначен пенальти. Отлично. И Вивас, давай, делай. Делай, как учили. Колумбийский Холланд. Удар! Гол! Гол, 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 гол. Вот так вот в финале Клаузуры Вивас забивает гол. И хорошо, что мы на первый тайм завершаем с графой 1 хотя бы в цифре 1 в графе забитые мячи. Что это было? Начните уже играть в футбол. Да, надо было начать, кстати, еще в первом матче. Томпсона сломали. Ну, конечно. Конечно. Как же без этого? Все же было бы слишком легко, если бы нам Томпсона не сломали. Сейчас мы еще Дивановича вам выпустим за это. У Манчестера Юнайтеда есть холодильник, а у нас диван. Чисто теоретически забить 2 гола за оставшееся время, ну, можно. Можно еще. Если мы забьем сейчас, шансы будут. И шансы будут хорошие. Но даст ли нам ФМ забить? При том, что играем мы неплохо. Играем мы неплохо. И, в общем, заслуживаем пары забитых голов. Горовито. Горовито хорошо находит Кантильо. Кантильо, Кантильо, Кантильо. Но это же не удар Кантильо. Это не удар, дорогой. Здорово атакует Миллионарио Соларцано. Вот это удар был. С острейшего угла, ну, такой силы, что просто там вратарю пришлось буквой, я не знаю какой, вытянуться, чтобы этот мяч достать. Меняем схему, упускаем Лукаша Летиная, идем в сверхатаку. Ну, тут, конечно, после первого матча уже особо не было, если честно, у меня иллюзий, что получится что-то вытянуть. То есть, если мы в первой игре даже забить не смогли. В общем-то, тут тоже... О, Господи, что за пас был? Вообще, кому был этот пас? Сказать было нереально. Но, в общем, соснули конкретно уже. Тут это понятно и без вар, и без всего. Миллионарио с нас в финале переехали катком. Ну, команда более сильная, команда более сильная. Мы свое взяли в апертуре. Миллионарио заслуженно берут клаузуру. Тут, в общем-то, спору нет. Ну, еще и это обновление движка, как мне кажется, сказалось. Потому что на старом движке проблем таких не было. На старом движке эта схема работала вполне нормально. Но здесь... Так, я ваше говнонаграждение смотреть даже не хочу. У вас был шанс завоевать титул. Вы его бездарно упустили. Очень интересно. Депортиво Кали набирает рекорд для клубов, но остается без титула. В смысле мы остаемся без титула? Мы выиграли апертуру так-то? Или как? Я так и не понимаю. Как здесь считается чемпион? Первая фаза. Мы выиграли первую фазу. В смысле мы остались без титула? Мы вообще-то выиграли первую фазу. Или это не считается? Я не понимаю. Мы выиграли первую фазу. Стали призерами во второй фазе. И что за... Что за хрень-то вообще? Как это определяется? Как это решается? Мы вообще последние годы там доминировали. Ниже финала не опускались. Я вообще не понимаю. Что за бред? Лейтенайт рекорды установил. Томпсон установил рекорд по голевым передачам. Луаиза рекорд по сухим матчам. В общем-то, Вивас... Вивас лучший бомбардир второй фазы. Лейтенай опередил. Молодец. Лейтенай победитель. Похлопаем по плечу. Молодец. Гарсия. Ну, Гарсия там ушел, но... Физкультуры! Вот кто менеджер года! Физкультуры, училка. Наконец выиграла. Да-да-да. Да. Молодец. Физкультуры. Кстати, что интересно, как это на профиле сказывается? 65. Ну, здесь все это не сказывается, короче. Чемпионат Колумбии. Можно его бесконечно выигрывать, бесконечно здесь проигрывать. Но, в общем, лига, которую мы уже переросли. Мы здесь поработали. Я вам показал, в общем-то... Показал вам колумбийский чемпионат. Показал вам, что здесь вообще есть, что здесь происходит. Интересно ли здесь играть или нет. Это уже другое дело. Ну, вот, например, можно подать заявку в Бразилию. Можно. Атлетико Минейра. Правда, у них плохое финансовое состояние. Но надо ли нам идти в команду, где плохое финансовое состояние? Я не знаю. Есть вот, пожалуйста, Бах. Бах. Прогноз СМИ-19. Финансы в норме. Но хрен его знает. В Атлетико Минейра мы сейчас перейдем. А там у них плохое финансовое состояние. А будут требовать каких-то невероятных результатов, невероятных денег. Да, тоже вопрос. Тоже вопрос. Но я думаю, что Южная Америка – это интересный вариант для продолжения нашей работы. Поэтому хочется в команду, которая будет высоко, которая будет в Еврокубках выступать. Чтобы это не было в Либертадорос, в Копа Судоамерикане. Чтобы это не было чисто национальным чемпионатом. Возможно, вы мне скажете, я устал от Америки. Хочу, так сказать, поближе к Европе вернуться. Но, условно говоря, я думаю, что на этот раз решу сам. Потому что в голосовании, как я понял, люди вообще сами не понимают, что они хотят. Им, ну если бы мы, не дай бог, если бы нас взяли в Марсель или в Шальке. Мы бы уже сейчас выигрывали, ну боролись за победу в Лиге Чемпионов. То есть это было бы довольно скучно, я думаю. Ну если не в Лиге Чемпионов, ну Бундеслигу или Лигу 1. У нас был бы один конкурент. За Шальке мы бы боролись с Баварией. С Марселем мы бы боролись с ПСЖ. Ну то есть примерно два интересных матча в год в Лиге. И примерно, 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 примерно сколько, ну в Германии, ну в Германии тоже два матча с Баварией. Не знаю, Баруси считать это интересным или нет. В общем, такое себе. Пока мы не ушли из Депортива, я вам покажу самый красивый, на мой взгляд, гол сезона. Вы его пропустили. Кобезос навесил на Кантильо. И гол просто безумный ударом через себя. Это в дерби против Америки Декали мы забили. И навес шикарный, закрученный. И удар просто великолепный от Кантильо. Я думаю, что этот гол вам стоило видеть. И не зря я вам его показал. Кстати, не забывайте поддерживать видосы пальцами вверх. Ну и на канал тоже подписывайтесь. Ну, кстати, по итогам сезона, плюс 62 тысячи человек стали болеть за Депортива Кали. Мы не выполнили получение статуса самой авторитетной команды Колумбии. Ой, простите, простите. В смысле, не выполнили. Мы третий раз подряд выходили в финал. Че вам надо-то? Смотрите. Раз, два, три. Три финала подряд. Какая команда? Ну, вот Америка Декали выходила в финал три раза подряд. Больше никто в последние годы у нас был два раза подряд. Такого, чтобы три раза подряд это было нормой. Ну, вот Хуньор выходил три раза подряд. Ну, это нечастое явление. Это нечастое явление. Атлетика Националь там, он доминировал три раз подряд. Выиграл даже. Но это было давно. Сейчас Депортива Кали. Лучшая команда последних полутора лет. Училка физкультуры ее подняла просто из говна. И болельщики. Ой, они разочарованы. Что мы не смогли. Так ладно, мы уйдем. Вообще. Нынешний план развития я принимаю. Я все равно уйду из команды. Вот. Объявлены планы тренировочных сбор. Встречи по трансферной политике. Это все мы, естественно, отклоняем. И уходим, уходим, уходим. В следующей серии вас ждет уже новый клуб. Итак, напоследок. У нас хотят купить Хуана Кинтеро. Нашего центрального защитника. Миллион двести. Ну, я отклоню эти предложения, естественно. Пусть там решает уже другой тренер. Нужно ему не нужен. Налоги. Доходы от членских взносов. Коммерческие итоги. Новые сделки. Спонсорство. Ну, короче говоря. Клуб-то. Клуб-то при нас еще и разбогател. Так нехило. То есть было 12 миллионов. Сейчас будет 19. Причем у команды деньги есть. И мы с чистой совестью. В принципе, с чистой совестью. Можем уйти в отставку. Потому что. Ну, все. Потому что что нам делать? Руководство благодарно. Мы уходим. И Deportivo Cali у нас будет в числе тех клубов. За которыми мы немножко так одним глазочком будем следить. Если резюмировать наш колумбийский этап карьеры. Я могу вам сказать, что колумбийская лига это интересно. Много чего можно выиграть. Ну, то есть. Апертура, клаузура. Интересная система. Кубок Колумбии нам так и не покорился, кстати. Но. И да. В латинских кубках во втором по значимости турнире очень сложно играть. Если попадется в группе аргентинская или бразильская команда за колумбийцев. Ну, сложно будет копия судамериканий. Что касается Копа Либертадорес. Ну, мы там не играли. Оставаться еще на сезон ради Копа Либертадорес. С Депортива Кали я не хочу. Я сменю клуб, сменю обстановку. С Депортива Кали сложно будет на второй сезон, на третий брать Копа Либертадорес. Чтобы брать Копа Либертадорес, нужно быть либо Риверплейтом и Боке Хуниорс в Аргентине. Либо какой-то бразильской командой. Потому что Копа Либертадорес в основном выигрывают именно команды из этих стран. Конечно, удивительным образом Америка де Кали выходила в финал. Но все, что вы здесь видите, это бразильские, аргентинские команды. Национал парагвайский, я не знаю. Ну, если посмотреть на именно FM, это было в 2014 году, это не в счет. Если смотреть именно на этап FM карьеры, ну, то есть там 22-го года, Атлетика Паранаэнса, это Бразилия, все, ну, вот аргентинская команда Копа. Причем там с Ривером они играли. Представляю, какой был огненный финал. Вот Америка де Кали каким-то образом сумела добраться до финала в 2024 году. Я не знаю как. Но в основном это Бразилия, Аргентин. В основном это Бразилия, Аргентина. И вот, пожалуйста, Палмейрос. Сейчас самый, наверное, крутой клуб в Бразилии. Атлетиками Нейра, кстати, стали вторыми призерами. Ну, в общем-то, я к тому, что в Копе можно поиграть, но лучше, если это будет команда из другой страны. В Колумбии очень интересно развивать регенов. То есть если вы хотите карьеру в долгую за один клуб, в Колумбии можно это делать. То есть там клубы все примерно равны по классу. Довольно сильная текучка. Если вы грамотно выстроите менеджмент, то вы будете продавать Европу крутых регенов. И я думаю, что если за колумбийскую команду играть, ну, прям по-серьезки, лет через 5-6 можно замахнуться на Копу Либертадорос. Вот прям реально. Думаю, что это реально за 5 лет выиграть тем же самым Депортиво Кали Копу Либертадорос. Но, но, это не для нашей карьеры, потому что здесь, ну, я не буду просто сидеть в одной команде до конца своих дней. И до конца этой карьеры. Это будет неправильно. В то же время меня удивила очень позиция людей, которые там в основном за Европу голосовали. Они говорят, они писали в комментариях, типа, Южная Америка мне неинтересна, я ее даже смотреть не буду. Что в голове у таких людей я с трудом представляю. То есть, одно дело, посмотрел, и тебе не понравилось, и ты дальше не смотришь. А другое дело, позиция, когда, ой, Южная Америка, я сюда даже заходить не буду, какие там матчи, какие... То есть, это люди с каким-то вот узким кругозором, которые даже не хотят его расширять, даже не хотят посмотреть, что там вообще будет, что там в этой Южной Америке происходит, какие там турниры, какие там кубки, какая там система игры. При том, что для меня игра в Южной Америке, она показалась гораздо более интересной, чем, условно, игра за тренчин. Потому что за тренчин ты... Ну да, и в Еврокубках прикольно, но уже в родном чемпионате там тебя... Ну, ты просто непобедим в словацком чемпионате. А здесь, во-первых, все решают два матча, интересная система розыгрыша, очень много сложностей. Здесь, правда, играть непросто. Правда, играть непросто. Система такая, что, да, ты набрал больше всех очков в чемпионате, но ты не стал чемпионом. Вот такие вот дела. Такое тоже здесь бывает. Поэтому рекомендую к колумбийскому чемпионату присмотреться. Это интересно, это заслуживает внимания. Ну, а всех вас я благодарю. Благодарю, что посмотрели сегодняшнюю серию. Ждите следующую уже в новой команде. В этот раз без голосования. В этот раз я сам определю, куда мне лучше пойти. Именно с точки зрения интересности карьеры. Дальше, возможно, голосования будут. Если они будут, то они будут телеги. Если что, подписывайтесь. Ссылка под видео. Вот. Ну, а двигаться будем дальше. Двигаться будем дальше. Двигаться будем дальше уже с другой командой. Всех благодарю. Всего вам самого доброго и хорошего. Всем удачи. Всем пока.